Боже, выласть и будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, молитвами Пречистой Твоей Матери и Всех Святых, помилуй нас к ним, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес измертвых, смертью смей, поправ и сущему гробе жива здорова. Христос воскрес измертвых, смертью смей, поправ и сущему гробе жива здорова. Христос воскрес измертвых, смертью смей, поправ и сущему гробе жива здорова. В воскресенье день просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, Ибо от смерти и жизни, от земли на небо Христос, Господь привел нас, поющий победную песню, Христос воскрес и мертвых, смертью, смерть по праву, сущим и дрова, жизнь и дрова. Очистим чувства и увидим Христа, сияющего и преступным светом воскресения, и радуйтесь, ясно услышим от Него, воспевая победную песню, Христос воскрес и мертвых, смерть по праву, сущим и дрова, жизнь и дрова. Небеса достойно довеселятся, земля дорадуется, допразднует весь мир видимый и невидимый, ибо восстав Христос веселья вечна. Придите, станем пить новое питье, не искам и бесплодного чудесно изводимого, но из источника нетления гроба Христова, на котором утверждается, Христос воскрес из гроба, смертью, смерть поправ, исущего гроба, жизнь гроба. Теперь все наполнилось светом, небо, земля и места преисподней, допразднует вся тварь восстания Христа, на котором утверждается, Христос воскрес из гроба, смертью, смерть поправ, исущего гроба, жизнь гроба. Вчера я погребался с тобой в кресте, сегодня восстаю с тобой воскрешен, вчера я распинался с тобой, сам прослать меня с тобой, спаситель, царский поем. Возвещавшая Боге Аллаху достанет с нами на божественные стражи, как святоносный ангел, ясно воскресающий сегодня спасению миру, потому что воскрес Христос, как всесильный. Христос воскрес из гроба, смертью, смерть поправ, исущего гроба, жизнь гроба. Наша Пасха, Христос, явился мужским полом, как сын, развертший девственную трубу, назван армистом, как предлагаемый в пищу, непорочным, как непричастниц, верно, а как истинный Бог, наречен совершенным. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть поправ, исущего гроба, жизнь гроба. Благословляемый нами венец Христос, как однолетний армист, добровольно захвался за всех в очистительную Пасху и от пятой гроба нам его сиял. Он прекрасное солнце, правда. Боготец Давид в восторге скатал пред преобразовательным ковчегом. Мы же, святой народ Божий, в виде исполнения правоза, да развеселимся священно. Ибо воскрес Христос, как всесильный, восстанем глубоким утром, и вместо мира принесем песню, владыки, и узел Христа, солнце, правды, всем жизненно рующим. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть поправ, исущего гроба, жизнь гроба. Увидев безмерное милосердие Твое в Христе, содержимое в адовых акулах, радостно поспешили к свету, прославляя вечную Пасху. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть поправ, исущего гроба, жизнь гроба. Со светильниками в руках пойдем навстречу Христу, исходящему из гроба, как жениху и с радостью, празднующими чинами ангелов, будем праздновать спасительную Божью Пасху. Сошел ты, Христе, в преиспойные места земли, и сокрушил вечные запоры, содержащие узников, и в третий день, как Иоанна из кита вышла из гроба. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть поправ, исущего гроба, жизнь даровал, не повредив заключенной утробы Девы в рождении в Твоем Христе. Ты восстал из гроба, сохранив в целом печати и ответственном двери рана. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, исущего гроба, жизнь даровал, спаситель мой, живая и, как Бог, незаколаемая жертва, добровольно приверяя себя к Отцу. И восстал из гроба, воскресил вместе и родоначальника Адама, хотя ты и бессмертный сошел в мой гроб, но уничтожил силу ада и воскрес победителем. Христе Божьем возвестив женам мироносецам, радуйтесь и Твоим апостолам даровал мир, а всем падшим подаешь воскресенье. Некогда Девы мироносецы еще до наступления утра искали пять дневного света солнца, существовавшее прежде солнца, вошедшее могиле. Они говорили о Боге, подруге, пойдемте, помажем подовольное тело, искачающие жизнь погребенную, лежащую на гробе, пуголь того, кто поднимает падшего Адама. Идем, поспешим, как ворхвы, поклонимся и принесем в дар мир, обитым не переданием, а погребальным полотном, и плачем воскликнем. О, Владыка, подающий воскресенье, падшим восстань. Воскресенье Христова, видя, поклонимся святому Господу Иисусу, а одному безгрешному поклоняемся, преступивая ему крестик. Раскиваем и прославляем Твое Святое Воскресенье, ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем. Три дети и все верные поклонимся святому Христу Воскресенье, ибо через крест пришла радость всему миру. Всегда восхляя Господа будем воспевать воскресенье Его, ибо Он, потерпев распятие своей смерти, победил свет. Иисус, воскреснув из гроба, как и предсказал, дал нам жизнь вечную и великую милость. Спавший отреков из печи, он делавшись ковчегом, страдая как смертно. И своим страданием облекаясь смертно, в красоту бессмертно. Бессмертно. Единый Бог Отцов благословенный и предпрославлен Христос воскрес из мертвых смерти, смерть поправ. Исущим во гробах жизнь даровал. Бладомиды и жены вслед за тобою спешили с благовольными мастями. Но кого они как мертвые искали со слезами, тому поклонились с радостью под живому Богу и твоим ученикам Христе. Возвестили по имственному пасху. Христос воскрес из мертвых смерти, смерть поправ. Исущим во гробах жизнь даровал. Мы празднуем уничтожение смерти, разрушение ада, начало другой, вечной жизни. Мы в восторге воскресаем виновника всего. Единого Бога Отцов благословенного и предпрославленного. Христос воскрес из мертвых смерти, смерть поправ. Исущим во гробах жизнь даровал. поистине священной и достойной всякого торжества сиять спасительная и святозарная ночь предвозвестница святоносного дня воскресения в который вечный свет воплотит для всех воссиялых гроба сей именитый и священный день единственный царь и господь среди суббот праздник из праздников и торжества из торжеств в этот день благословим Христа вовеки Христос воскрес из мертвых смерти смерть поправ и сущим в гробах жизнь даровать придите в славный день воскресения приобщимся к новому виноградному плода божественного веселья Царство Христово воспевая его как Бога в поведении Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ и сущим в гробах жизнь даровать возгляди взоры твои сион и посмотри вокруг себя вот стеклись тебе как богосветные светила от запада, с севера, моря и востока в веки твои благословляющие в тебе Христа вовеки Христос воскрес из мертвых смерть смерть поправ и сущим в гробах жизнь даровать отец вседержитель и слово и дух существо единое в трех висках всевышнее и божественное в тебя мы крестились и тебя будем благословлять во все веки прославляет душа моя воскресшего все единицы гроба Христа подателя жизни святись, святись новая Русалима во славу Господнего сияла во Тобое поджествуй тебе веселись сиом ты же чистая благодица радуйся о восстании рожденного Тобое Христос новая Пасха живая жертва армии Божьей принявшей грехи мира о как божественно любезно и преславостно Твоё Слово Христе ты не ложно обещал с нами быть до кончины века имея это обещание как опору надежды мы вернее радуемся ангел возгласил благодатное чистое дело радуйся и я повторяю радуйся твой Сын воскрес в твои единность гроба воскреси всех умерших люди веселитесь Мария Магдалина прибежала к гробу в виде Христа стала спрашивать его приняв его за садовника о Пасха Великая и Священнейшая Христос о премудрость Слово Божие и Сила удостойно совершеннейшего единения с Тобою вечно светлый день Твоего Царства ангел возгласил благодатное чистое дело радуйся и я повторяю радуйся твой Сын воскрес в третий день воскреси всех умерших люди веселитесь светись светись новую иерусалим во слава Господня воссияла на Тобое поджествуй теперь и веселись и он ты же чистая богородица радуйся а восстание рожденного Тобой плотию уснух от смерти ты Царь Господь воскрес в третий день этим выведя из состояния пления дамов и упразднив смерть поэтому ты Пасху плением бессмертия и спасения мира о Пасха великая и священная Христе о премудрость Слово Божие и Сила удостойно совершение приобщаться к верному и скончаемому день Твоего Царства Сейчас давайте поклону Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешен Слава Тебе наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Савао Вся земля полна слава Его Аллилуйя Слава Выше Богу на земле мир в человеках благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи Божий мой за тот день в который дал мне веру в Тебя страх пред Тобою и ожидание суда Божия Благодарю Тебя Господи Божий мой за тот день в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов как на истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога нашего спаси нас молитвами своими покроем афором любви и сохрани Господи наше сокровище книги здесь и в пути Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Молите Бога о нас цветы угодники Божии Игнати ибо мы усердных вам прибегаем скорым помощником молитвен о душах наших Богородица Дева радуйся обраданно Мария Господь с тобою благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего яко родила Иси Христа спасая избавителя душам нашим непобедимая божественная сила щасна гожетворящего креста Господи не остави нас грешных уповающих на тебя спаси Господи люди твои и благослови достояние твое победа на сопротивное даруя и твое сохраняя крестом твоим жительством спаси Господи помил отца моего духовного родителей и сродников благодетеля митрополита Иллариона епископа Евтихия Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антуни Священария Акима Павла Геннадия Сергия 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 Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Абросия Вадима Засиму Алипия Андрия Владимира Максима Диакона Евгения Александра Михаила Андрия Епископа Максима Сергия Кирилла Венедикта Франциска Корнея Александра Диодора И весь священнический Иночий Скичин Инаем Достовщищенник Если угодно Смирит И высший Историй Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам Аллилуйя Смири Власти Воин Своих И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Владимира Димитрия Александра Дональда Рамзана Петра Александра Дагена И даруй Мир Израилю Россию Украине Сирии Где война Идет Научи нас Ценить Это мирное Время И приготовь Землю К великим И страшным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную Слава Тебе Господи За эту Тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Наши таланты Дарованные Тобой Для всего Пошли нам Добрых Помощников Наставников И советников И сохрани Нас здесь Исселение Наше От пожара Воров Нечистой силы Потопления Живущих Там Виктора Андрея Игоря Игоря Серафима Алексея Иосифа Романа Владимира Никит И почти Добрые жители С детьми Сохрани Школу Нашу Поси Помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Щадо Их Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Олег Тим И расширь Пределы Общины Одиновой Души И всех Побуди На благовестие Спаси Помилуй Дмитрия Марину Щадо Валентину Алексея Валентину Надежду Дмитрия Дмитрия Олега Алексея Михаила Нину Анну Юрия Георгия И всех Попиющих Тебе Аллилуйя Возри На болящих Дай силу Все перенести Укрепи Сергея Дару Исцеления Им Алексея Александра Фаина Александру Анну Анну Марину Антонину Игоря Аллилуйя Аллилуйя Столько лет Столько лет Ты хранил Душу Не покинешь Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От тела И проведи Душу Мою Помытарством Страшным И непонятным Выведи Ио навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Путешествующих Благослови Раисова Отступников Николая Михаила И всех их Найди Не дай им Погибнуть И наше Сокровище Здесь Сайту Порм Сто Что Есть Сохрани Трудящийся Благодарил Димитрия Виктора Гаврилова Обратите Тимофея Тимофея Мартина Максима Германа Александра Светлана Юрия Аллилуйя И от пьянства Избавив Павла Михаила Андрея Александров Владимира Игоря И все Наша Срасту Найди Идакия Валентина Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Мария Татьяна Аллилуйя И духа Лжи Отгони От Романа Не дай ему Погибнуть В этом Ожесточении Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Научи нас Господи Жить И в бедность Имея Пропитание И одежду Быть Благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать И каждому Дару И жилье Сергея Гавриила Святитель Христов Никола Мирликийский Щедотворец Образ Кротости Воздержания Добрый Архипастор Моли Бога О нас Упокой Господи В обителях Небесных Усопших Отец И братья Наших Родителей И сродников И всех Православных Христиан И прости Им Всякое Согрешение Вольное И невольное И душам Нашим Полезное Сотвори Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Пророки Божии Пророк Илья Елисей Инох Моисей Самуил Аарон Иов Авель Ной Иосиф Патриарх Иезранием Иомос Исай Иеремия 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 Захария Малахия Давид Нафан Данил Отрих И Пророк Михей Аврам Исаак Иахов Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы День Прихода Того Нашего Отшествия Не застав Нас Неготовыми Но Чтобы Вышли Навстречу Тебе С горящими Святильниками Истинной Веры И сосудами Полными Илея Добрых Дел Сотделаны В Духе Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Ангелы Архангелы Херувим И Серафим И все Небесные Силы Престолу Божию Предстоящие Святые Апостолы Петр И Павел Евангелисты Матфея Марк Лука И Иоанн Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Мученики Мученицы Игнати Богоносец Поликарм Смирский Иустин Философ Космай Дамиан Андрей Стратилат И Иерон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Сорок святых Мучеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Венамин Иосиф Борис И Глеб Дабы Никто Не принял Начертания Зверя И Обрати В истину Анфим И Вениамина И устраши Родителей За такое Ложное Воспитание Молите Бога О нас Василий Великий Григорий Богослов Иоанн Златоусов О нас Великий И прем Сирин Антоний Макар Антоний Феодосий Корнили Иоанн Сергий Радожевский Степан Пермский Серафим Саровский Антобольский Анхронштадтский Аншанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет И все Переводчики Священного Писания Молите Бога О нас Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Фекла Первомущин Сапатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матерь Софии Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетую Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалейна 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 Мария Епетская Приски Ла Кела Андроника Юник И прияну Истина Да Дарует Господь Женам И Девам Послушание И Молчание Целомудрие И Стыдливость И Сохранение От всяческого Поругания Исправ Непокоримость Галины Семейства Ее Евгении Надежды 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 Светлана Мария Раиса Раиса Марина Юлия Елена Галина Людмила И Анна Милости Твоей Ради Просим И Прими Господи Нашу молитву Воздиание Рух Как Жертву Вечернее Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Божьей И Присоедини Владыка Молитву Нашу С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле Боже Всемогущий Услыши Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И Прими Нашу Молитву Боже О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси И Помилуй И Гоним Их Детей Твоих По всему Лицу Земли Убиваемых И Даруй мир Им И Прими Их В обители Твои Вечные Тебе Слава За все Отец Сын И Святой Дух Аминь Говори Господи Владыка Слушает И Дослышит Раб Твой Твой Слышь Дух Аминь Аминь Твой Твой Слышь Твой Твой Аминь. Доброе утро. Христос воскрес. Итак, небольшое утреннее поучение. Кто расположен, может остаться послушать. Сейчас мы занялись темой покаяния, потому что без покаяния и молитва не будет услышана. В этом и смысл покаяния. Как всеведущий, Бог и без покаяния нашего, еще прежде сотворения начальных пылинок Вселенной, знал о каждой нашей мысли, слове и деле. Если у людей вслед за признанием вины часто следует и наказание, то у Бога следует полное прощение. Премудрость Соломона, 12 глава, 10-й, 19-й стихи. Покаяние удобно в любое время, но наиболее удобное есть то, когда слышишь, читаешь эти слова, когда Бог касается твоего сердца. «Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших». Евреям 3, 7-8. «Есть люди, сожженные в совести своей, а они услышат и не поймут, не поверят. Ибо совесть есть тот участок души, через который слышится голос Божий». Это моя наработка. Я из всего, что слышал, видел, сделал вывод, что такое совесть. Совесть есть тот участок души, не душа, но участок души, через который слышится голос Божий. За грехи народа Бог всегда любя наказывал тех, кто предуставлен был к жизни вечной. «И сколько претерпел наш русский народ за последние 77 лет, и при всем том народ не покаялся?» Серахов, 48, 16. Кавычки открыты. «Возгнушались законом моим, не уразумели его, но презрели, когда еще имели свободу, и когда еще отверстие было им место для покаяния. Третья езра, 9, 11. «Посему, пока еще отверстся дверь покаяния, пока еще есть время, пока живы, поспешим, обратимся, покаемся за грехи свои, за грех цареубийства, чтобы загладить грехи. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, деяние 3, 19. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Деяние 17, 30. Кавычки открыты. «Пока не пришла смерть, пока не заключены двери, не отнята возможность войти, пока не напал на вселенную ужас, пока не померк свет, проси, грешник, милосердие у Господа. Если ты, грешник, будешь плакать и сокрушаться о своих грехах и с верой умолять Господа, Он оставит тебе беззакония твои, и зальются на тебя щедроты его, потому что жаждет и желает Он твоего обращения. Слушайте и содрогнитесь, хотя море благости исполнено щедрот, но если человек не принесет покаяния, он не получит милости в день суда. Все рожденные могут достичь покаяния, поэтому кто не может раскаиваться, тому лучше было бы не родиться. О, как велика сила покаяния! Оно умилостивляет Бога, уже изрекшего приговор. Кавычки закрыты. Преподобный Ефрем Сирин. Кавычки открыты. Приносящий истинное покаяние не занимается уже осуждением близких, а они занимаются оплакиванием своих грехов. Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя покаяние. Авва Исаия. Покаяние рождается от веры в праведного воздоятеля и возбуждается страхом неминуемого суда Божия и заслуженных мук. Грешник ужасается страшной участью, уготованной нераскаянным, и решается обратиться от области сатанинской к Богу, отцу своему. Исаак Сирин. Кто льстится грешающим, обласкивает его, тот только более располагает его ко греху и не подавляет преступления, а питает их. Вот она экономия-то где, вставку делаю. Но кто строгими советами обличает и вместе наставляет брата, тот содействует его спасению. Кого я люблю, говорит Господь, тех обличаю и наказываю. Откровение 3.19. Так надлежит и священнику Божию не обманывать силами и утешениями, но промышлять о спасительных лекарствах. Не искусен тот врач, который слегка только ощупывает рану, сохраняя заключенный внутри в глубине яд. Он только увеличивает его силу. Надо вскрыть рану, рассечь и очистив от гноя, приложить к ней сильнейший пластырь. Пусть больной плачет, пусть кричит, пусть жалуется на нестерпимую боль. Он будет благодарен потом, когда почувствует себя здоровым. Киприан Карфагенский. Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния. Но, даже если бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решил опять возвратиться на путь добродетели, и того он принимает, и приближает к себе, и делает все, чтобы привести его в прежнее и даже лучшее состояние. Сатана извратил естественный порядок. Греху он дал дерзость, а покаянию – стыд. Нет такого греха, который не изглаждался бы покаянием. Пока ты еще дышишь, даже в последний день, на самой постели, даже при последнем издыхании, оставляя поприще этой жизни и тогда, покайся. Через грех дьявол не изводит нас в гиенну. Через покаяние Христос вводит нас в Царство Небесное. Блудный Сын представляет собой образ падших после крещения. Мы искуплены драгоценную кровью Христа. О чудо! Судья Христос ведется на суд за осужденных. Покаяние имеет силу только на земле. Покаяние отверзает человеку небо, вводит в рай, побеждает дьявола. Грешен ты? Не отчаивайся. Каждый день согрешаешь, каждый день приноси покаяние. Я всю жизнь провел во грехе. Если покаюсь, буду ли спасен? Конечно, будешь. Откуда это видно? От человеколюбия Господа твоего представь себе искру, упавшую в море. Может ли искра сохраниться или оттуда снова появиться? Что искра в отношении к морю, то и порог в отношении к человеколюбию Божию. Да еще и не то же, а гораздо менее. Кавычки закрыты. Иоанн Златоуст. Кавычки открыты. Истинное покаяние состоит в следующем. Двоеточие. Мы должны оставить прежние грехи и ими, как мерзостью, гнушаться. Об этих грехах сожалеть. Просить милости у Бога, исповедоваться духовнику и всячески беречься других грехов. Прощать ближнему согрешения, чтобы нам самим Бог оставил их. Проявлять любовь и милость ко всем, чтобы самим получить милость. Блажены милостивы, ибо они помилованы будут. Смирять себя, ибо смиряющий себя вознесется. Никого не осуждать. Ни на кого не клеветать. Молиться Богу всегда, чтобы не впасть в искушение. Покаяние невозможно без искоренения самолюбия. От истинного Богопознания происходит истинное покаяние. Кающийся должен исповедовать все грехи подробно и по одному. Исповедание должно быть смиренным, благоговейным, истинным, с обвинением себя самого, а не другого. Кающийся должен иметь непременное намерение не возвращаться к тем грехам, которые исповедовал, и исправить свою жизнь. После исповеди пусть исполнит эпитемию, назначенную от духовника за грехи по канонам. Пищать этой тайны духовник должен в себе хранить грехи, услышанные на исповеди, и не открывать их никому, ни в коих случаях. Кавычки закрыты. Тихон Задонский. Вот небольшое поучение, наставление из Святой Библии от Святых Отцов Церкви. На этом все сегодня. Если Господь благословит, сейчас я буду насчитывать, а день нахожусь здесь, в события дня. На этом я прерываю вас, отключаю, а потом включу. Если кто желает, может остаться. Субтитры сделал DimaTorzok